Большие дяди рэпера говорят тебе о том, что твои текста хреново зарифмованы. Шли нахуй от этих долб***ов, но о том, как правильно рифмовать, ты всё-таки должен узнать. Дароу, мазафакеры, меня зовут Дариан. Существует байка о том, что каждый раз, когда рэпера хреново рифмуют, Маяковский в гробу переворачивается. Но учитывая количество таких рэперов, я думаю, он там как спиннер крутится. В прошлом видео, посвященном рифмовке, мы говорили о трёх самых актуальных видах рифмовки на данный момент. Сам видос находится вот здесь, на случай, если ты не успел его посмотреть, как обычно. Ну и, конечно, после этого на меня обрушился шквал комментариев о том, что «Эй, Дариан, а ну-ка расскажи ещё, пожалуйста, о том, как более профессионально рифмовать». О позорных квадратах и адекватных стилях рифмовки мы поговорили, а это значит, что нам пора брать более высокую планку, и нужно говорить, конечно, о том, как рифмовать на два, а то и три последних слова. Ну а это короткое видео, как ты уже понял, посвящено более сложным видам рифмовки – дабл-райм и трипл-райм. И прежде чем мы начнём, кореша Мэй, не забудьте поставить лой с этому видео. Чё получается? К делу. Двойные рифмы. Ну, то есть он же дабл-райм. Эта двойная рифма, характерная тем, что окончание строки имеет сразу два слова, на которые будет подбираться рифма в следующей строке. И эта самая рифма в следующей строке, как ты понял, также будет состоять из двух слов. Дабл-райм является чуть ли не основным видом рифмовки текста в русском рэпе, но не таким уж сложным, как ты мог подумать. В русском рэпе, конечно, многие используют этот приём, но это не делает его более зашкварным. Скорее наоборот, рифмовать так – это очень даже престижно. Пример. Перед нами картина, спящая в канаве скотина. Бабангида, давай завязывай с канави сатива. Давно лишённый признаков туриста, я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма. Спасибо, что не анонизма. Про двойные рифмы поговорили, время узнать, что такое трипл-райм. Трипл-райм – это… Нет, ну серьёзно, ты думаешь, я тебе сейчас буду давать определение того, что такое трипл-райм? Я думаю, ты уже и сам догадался, что это. Трипл-райм – это уже посложнее дабл-райма, потому что рифмовать на последние три слова – это не такая уж и простая задача. Пример. Это не прежняя школа, зелье сладкого дыма, мой рэп – снежная дорога в зеркале заднего вида. Мы садились вовсю, залипая наклейкой ленте, а повелители мух предлагали нам нейролептики. Все типы рифмовки, где рифмуются более трёх слов, но не являющиеся полнострочной, называют рифмой на полстроки. А ещё знаешь что? Мне слишком часто говорят, что я слишком хорошо свожу музыку, чтобы брать за сведения такие маленькие деньги. Ну типа дёшево делаю и качественно, понял? Поэтому ссылка в описании, инстаграм, вконтакте, пиши мне, сделаем так, что ты будешь доволен. Вот таким одновременно простым и сложным способом является вид рифмовки дабл-райм и трипл-райм. Но не стоит забывать, что на дворе 2021 век, ёпта. Ты можешь вывозить музыку звучания, можешь вывозить музыку подачи, можешь вывозить музыку текстом, а лучше делать это вообще всем сразу. Но рифмовать правильно, потому что тебе кто-то сказал, что так правильно – неправильно. Нет, конечно, это добавляет тебе несколько пунктов к твоему профессионализму, но только в том случае, если ты делаешь это сам для себя. Ну и по принципу многоходовочки, оставайтесь профессионалами своего дела, мои дорогие. Меня зовут Дориан, увидимся.